Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью. Я Эдуард Раткевич. И сегодня у нас в гостях председатель Ростовской областной молодежной общественной организации Донской союз молодежи, член Общественной палаты Ростовской области Дмитрий Кротов. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! В Ростовской области у нас сейчас не просто весна, у нас студенческая весна, уже традиционная. Уже завтра пройдет, насколько я понимаю, областной отборочный этап фестиваля, российская студенческая весна. И вот в связи с этим вопросом, вы как человек, который ежегодно организует этот фестиваль и курирует соответственно его, скажите, почему пользуется вот такой популярностью среди молодежи? И раньше пользовался, и сейчас. Почему, скажите? Ну, наверное, студенческая весна единственный такой фестиваль, многожанровый, и он такой фестиваль, который проходит от низов до самого верха. То есть, во-первых, отборочные фестивали идут с самого факультета, групповые, потом на факультетах, потом в институтах, потом на городском, областном, а потом на федеральном уровне. То есть, получается, люди проходят практически там, сколько, 6 или 7 этапов фильтров, которые есть. При этом они самые, ну, самые многожанровые, получается, более 30 направлений, в которых участвуют наши студенты, ну, могут себя показать, да. И, ну, это самый яркий фестиваль, который есть, из которых вышли многие звезды российской эстрады, да, которые, ну, могут показать даже последний пример, да, который был, ну, Билан и все с Дибровой и так далее, это уже понятно. А вот в прошлом году участвовала девочка из Казани в Евровидении, я не помню фамилию, она тоже участница студенческой весны, победительница всероссийского этапа. Поэтому это возможность себя показать, возможность себя продвинуть, посмотреть на других сверстников, да, таких же, как ты, ну, соответственно, победить, завоевать что-то. Год от года фестиваль каким-то образом меняется, и как, если меняется? Фестиваль меняется, понятно, мы всегда растем, совершенствуемся, но, во-первых, например, на областном уровне мы стараемся довести, чтобы каждый, каждый талантливый молодой человек мог в этом поучаствовать. И уже второй год, например, проводим в каждом крупном городе Ростовской области проводим отборочные этапы. То есть любой молодой человек абсолютно бесплатно может прийти, если он студент, конечно, он может прийти, показать, выступить, соответственно, засветиться, и дальше может выступить уже на областном уровне и на федеральном уровне, причем практически человек абсолютно бесплатный. То есть это такая фабрика, как мы говорим, талантов, у которых есть возможность показать себя. Это первое, да. Второе, конечно же, появляются разные направления, и с каждым годом, например, растет направление технических, да, такие, там, неоновый свет, там, еще какие-то вещи, да, вот такие моменты, которые есть. То есть дальше мы больше, больше, очень много сейчас уделяем вопрос образования, да, чтобы ребята не просто выступали, а проведение каких-то мастер-классов, совершенствований. И мы даже вышли к тому, что в ноябре, например, прошлого года проводили большую школу студенческой весны, куда приехали все члены жюри, которые оцениваны на федеральном уровне, и они ребятам подсказывали, что правильно, что неправильно, где совершенствоваться, что делать и так далее. Ну и это дало очень большой толчок для самих участников. У вас, как организатора, год от года, вот фестиваль чем-то удивляет? Если удивляет, то чем, скажите, пожалуйста? Меня удивляет. Это сложный вопрос. Да, это очень сложный вопрос. Трудно уже чем-то удивить, но меня каждый год удивляет та энергетика, которая исходит от участников. Каждый год вот ребята, вот просто вот пышет энергией, вот надо ее видеть в этих глазах, вот эти яркие глаза, которые пытаются победить, пытаются вот вместе, вместе с чего-то достичь. И вот это вот всегда удивляет, вот просто-напросто. Ну, как бы это самое главное, наверное, ради чего мы работаем. Ну, вот мы немножко об изменениях говорили. Вот каждый год фестиваль сопровождается журналистским конкурсом. В этом году он тоже есть, но какие-то изменения? Вот расскажите об изменениях этих. Ну, мы решили, что с каждым годом все больше навевается, ну, растет студенческая журналистика, да, и вот я думаю, что как раз вашей компании тоже достаточно много внимания уделяет этому направлению. И мы решили, ну, как бы больше в этом внимании уделить. Раньше мы, он проходил, мы отсматривали, но в этом году мы решили сделать его с мастер-классами, с проектами. И все это сделать при содействии Союза журналистов и компании как раз Южные регионы, Ростова на ТВ, да. То есть при вот таких крупных, при поддержке крупных таких и маститых журналистов привести молодых, чтобы они рассказали, показали, как лучше сделать и так далее. Я еще раз говорю, сейчас практически в каждом музее есть своя газета, есть свое радио, есть свое телевидение уже и так далее. Этот потенциал растет, и надо их встраивать уже в общую журналистику и в подборе кадров и так далее. И вот мы решили вот на этом как бы усилить его. Ну а потом вот в процессе, в следующие годы, вот такая же тенденция сохранится или будет еще что-то менять, в частности, если говорить о журналистском конкурсе? Ну мы будем смотреть в этом году, что получилось, что не получилось. Судя по отзывам, ребятам понравится, да, то есть потому что, еще раз говорю, когда приходят журналисты, руководители и рассказывают какие-то плюсы, да, что у них то, что не то. Потому что фактически у нас получилась ситуация, что журналистика студенческая, она родилась, а заниматься ею некому. Да, фактически вот показать, рассказать и так далее. То есть все учатся на просто, ну, крутятся в своем, ну, в своем сиропе, да, грубо говоря, и не видят какие-то вещи. Ну, площадка наша студенческой весны дает эту возможность. Могу даже сказать еще такое, что в ближайшее время российские советы молодежи это движение тоже развивают, да, и в ближайшее время в Казани в мае пройдет большой форум медиа, какой-то больших медиа, какой-то, я не помню, как название фестиваля, но именно студенческих СМИ со всей России. И туда приедут все, все крупные телекомпании, все крупные наши газеты и так далее, и будут работать с ребятами со студенческих СМИ. Давайте определимся с датами, чтобы зрители понимали, когда все-таки можно прийти, посмотреть и куда. Вот завтра, значит, областной фактически, да, такой отбор состоится. Где он будет, в какое время? Завтра будет с самого утра, с 10 часов утра, будет скорее на двух площадках. Это площадка строительного университета, там будет и вокал, и там еще несколько направлений, но основной вокал. И второе направление будет проходить в Тюзи, это там всякие танцы, театр и так далее, будет проходить в Тюзи. Что касается гала-концерта, он когда все-таки будет? Гала-концерт будет 28-го числа, в 6 часов вечера, здесь в конгресс-холле ДГТУ. Хотелось бы большое благодарность сказать ректору ДГТУ, Бессориеновичу Чеховичу, Месье, да, за то, что он дал такую возможность, я думаю, он пройдет очень хорошо, уже у меня обрывается телефон с каждым днем, потому что звонят все представители всех вузов области и просят, и говорят, ну, наши ребята же самые лучшие, ну, дайте им возможность, ну, дайте, пожалуйста, давайте пусть они выступят на гала-концерте, возьмите их на всероссийскую и студенческую весну и так далее. Это нормальный процесс, что фестиваль движется и развивается. Ну, и самое главное, естественно, это всероссийский этап. Где он пройдет и когда можно будет, собственно, увидеть финалистов этих? Всероссийский этап пройдет в этом году выиграла Тольятти, Самарская область и предстала город Тольятти. Пройдет он с 15 по 20 мая. Съедутся в этом году больше, более 2,5 тысяч участников со всей России, ну, это достаточно, очень много, да. Поедут от нашей области, наша квота сейчас 35 человек, но судя по тому набору, который мы сейчас видим, вот просто тех профессионалов, ну, как тех коллективов, которые вот достигли определенного уровня, их, конечно, больше. Поэтому сейчас будет очень большой страшный выбор, кого отсеять, кого взять с собой. Ну, я надеюсь, что у нас все получится и на фестиваль поедут самые лучшие, самые достойные кадры. Дмитрий, ну, вот последний вопрос такой. На фоне всей России, скажем так, вот о Ростовской области, в частности Ростов, как выглядит, есть ли у нас какие-то уже победы на этом фоне? Ну, мы с каждым годом прибавляем количество побед, да, и получается, надо понимать, да, что 2,5 тысячи участников со всей России в выжимки, которые едут, вот представь себе, по 35 человек, по 35 человек едут с каждого региона. То есть, это самые главные выжимки, поэтому победить сложно. В прошлом году мы взяли 5 призов, и мы считаем это очень хорошим результатом. Ну, есть желание двигаться дальше. Дмитрий, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Это была программа интервью, я, Эдуард Аткевич, с вами прощаюсь, успехов в делах, до свидания.